Ты один достоин Мы воздаем Тебе всю славу Мы поклоняемся Тебе в это воскресное прекрасное утро в Твоем присутствии Благодарим Тебя, Отец Благодарим за Сына Твоего, Иисуса Христа За жертву Голгофского креста За кровь пролитую, омывшую нас И освободившую нас от всякого проклятия и греха И даровавшему нам надежду и жизнь вечную Благодарим Тебя, Господь От всего сердца благодарим Ты достоин Ты достоин Ты достоин Ты достоин При всю славу и честь и хвалу и поклонение Ты достоин Благодарим Тебя, Отец Халлелуя Во имя Иисуса Аминь, аминь Доброе утро, драгоценная церковь, братья и сестры Присаживайтесь, пожалуйста, в присутствии Божьем Спасибо большое Прославление Левиты, которые Действительно Являются благословением В этой церкви Для меня большая радость Быть среди вас сегодня Вчера и сегодня, в эти дни Спасибо Олегу Васильевичу И всей команде Пригласили меня Вот Это очень драгоценное Спасибо всем, кто Гостеприимно нас встречает Возит, привозит, отвозит Спасибо Иван Спасибо всем Братьям и сестрам Друзьям Привет вам от нашей церкви В городе Пскове Мы имели хорошие возможности Также Встречать и вашего пастора у нас И с Мариной И весной По-моему, зимой еще было Зимой Это был январь месяц Да, это была зима Да Да Мы еще успели У нас в Пскове нет Служений У нас все время онлайн Разрешили 30 человек И буквально позавчера снова закрыли Потому что какая-то ситуация Не очень у нас хорошая С этой пандемией Но я думаю, что больше она не хорошая Не в области самой пандемии Как в области контроля над людьми Мне кажется Тут что-то происходит в мире И не то, что хотелось бы Но Знаете, вот самое плохое, что происходит в этом Абсолютно уверенно, что дьявол пытается лишить нас общения Понимаете Вот самое дорогое, что у нас есть Это общение Чтобы закрыли маски Не говорили ничего Чтобы Вот Павел говорит Приветствуйте друг друга Голос за ним святым Чтобы мы вот не целовались Знаете Не обнимались Не были близко Держите дистанцию Что такое Держите дистанцию Это значит Держи от него дистанцию Он не уйдет Я его подозреваю Он 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 этот Ковидный Он ковидный Держи дистанцию Полтора метра минимум Померяй Рулеточку носи с собой Чтобы не приближаться даже к людям Да А вот Господь говорит Как мы вчера заканчивали служение Каждый раз мы тоже в церкви Все заканчиваем служение Благодать Господа нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Духа Поэтому Жив Господь Пусть общение будет И чтобы Мы действительно не отвыкли От этого важного И драгоценного Которого есть Самое сокровенное И благословение В нашей жизни Это общение Нет общения Все Теряют Нет жизни Нет церкви Хочу поблагодарить вас Я очень благословлен Вы Оснастились Вы очень вооружены Там у вас Такой Экраны все Красивые Медиа служение Мощно Господь двигается Сильно Молодцы Реально Вот И Ну Все хорошо Да Все хорошо Будет лучше Но Я хочу сказать Друзья Что духовная церковь Она так Чувствуется Монолит И чувствуется Такое Хорошее основание Чувствуется Хорошая атмосфера И эту атмосферу Не просто делает Пастор с супругой И команда людей Или Совет церкви Да Братьев А это делаем Вы делаете Все Вы приходите И приносите Атмосферу Аминь И вот Если вы приходите С атмосферой Такой Внутри В сердце Радости Послушаю Что скажет Господь Так радостно Так радостно Увидеть Братьев и сестер Так радостно Обнять Так радостно Увидеть Пастора Так радостно Быть в поклонении В прославлении Вообще Это и есть Атмосфера В всей церкви Я Вчера Искренне Радовался Потому что Делает Бог В основе Служители Пастора Рукоположенные Вот на служение Это очень драгоценно Это означает Что церковь Действительно Растет Распространяется И пусть так Будет Еще Я готов приехать Рукополагать Сколько надо Нет проблем Слава Иисусу Олег Васильевич Сказал Епископ Пусть будет Все торжественное Я даже Свой белый шарфик Взял С этими крестами Надеюсь Никого Не соблазнил Здесь Вот Я даже Епископскую Свою лиловую Рубашку Привез Но уже Так не стал Сильно Выпендриваться Пугать народ Вот Гена Че ты мне не сказал Что Ты Будешь давать Десять тысяч Сегодня Он Сидит рядом Говорит Епископ Ничего Если я вас Подниму Во время Моей проповеди О пожертвованиях Просто Чтобы вы встали Я подумал Ничего себе Че я должен Вставать Так Скажу вам Признаюсь Искренне Пожалел Но Так Чуть-чуть Пожалел А потом Сильно Обрадовался Что это Благословение Получили Олег Васильевич И Марина Это очень Драгоценное И особенно Но в это утро Слава Иисусу Вот Что Это Вот Как бы Я даже чувствую Что это моя Какая-то часть В этом Что Вы благословлены Я вот Подумал Вот это Мой выбор Понимаете Мой выбор Наверное Был чем-то Как-то Ну подсолен Что ли Или Как бы Подстегнул У меня к тому Ну что Гена Будет Поднимать Меня Епископа Тут Среди Собрания Это Вот Мой выбор Вот Я так Ну ничего Пожалуйста В следующий раз Ген Если Ты еще раз Так будешь Делать Можешь даже Не говорить А прямо Поднять Среди Собрания Даже Даже Не Спрашивать Но Только Только В этом Случае В этом Случа Я О выборе Сегодня О чем Поговорить Каждый День Перед Нами Выбор У нас Сегодня Утром Был Выбор Прийти В церковь Или Нет Да У нас Всегда Есть Выбор У нас Сегодня Был Выбор Завтракать Или Нет Ну И Мы Завтракали Я Нет Мама Всегда Говорила Что На вечерю Господню Надо Сначала Дух Накормить А потом После Вечерей Господней Уже Завтракать Ну Я Не Обличаю Вас Это Так Чисто Для Себя У нас Был Выбор Обнять Друг Друга Или Наоборот Держать Дистанцию У нас Сегодня Был Выбор Обнять Наших Утром Детей И Взять И Привезти В церковь У нас Был Сегодня Выбор Опоздать В церковь Или Прийти Вовремя Это Наш Выбор Тарзаконии В 30 Главе Господь Говорит В 19 Стихе Сегодня Я Призываю Свидетелей Против вас Небо И землю Я Предложил Вам Жизнь Смерть Благословение Проклятие И дальше Он говорит Выбери Жизнь Есть Предложение И Из Него Нужно Выбрать И Дальше Говорит Выбери Жизнь Чтобы Тебе И Твоим Детям Жить Я Сразу Хочу Сказать Что Наш Выбор Зачастую И Во многих Случаях Влияет Не Только На Нашу Судьбу Но И На Судьбу Поколения Но Твой Выбор Сегодня Твоя Судьба Завтра Я хочу Чтобы Мы Запомнили Вот Одну Такую Фразу Которую Я Сейчас Хочу Сказать Для Всех Нас Мы Делаем Свой Выбор В Пользу Того Чем Мы Мотивированы И И И И И И Желаете Служить Господу То Выберите Сегодня Кому Вы Будете Служить Богам Ли Которые Служили За рекой Ваши Отцы Или Богам Амареи В земле Которых Вы Живете Вы Себе Выберите Если Вы Не Хотите Выбрать То Что Выбрал Я Он Говорит А Я И Дом Мой Мы Выбираем Служить Господу И Это Выбор Сознательный Выбор А За Этим Выбором И Стоит Сознательное Поведение Или Сознательное Отношение К тому Выбору Который Мы Делаем Поэтому Каждый Человек Свободен В своем Выборе Абсолютно Мы Свободны Прийти В церковь Как я Сказал Не Прийти Свободны Поругаться С женой Свободны Обняться Мы Свободны Но Друзья Вот В чем Суть Каждый Человек Он Свободен В своем Выборе Но И он Всегда Может Повлиять На Выбор В зависимости От того Чем мы Мотивированы Как я Сказал Но Человек Не Свободен От Последствий Своего Выбора И Не Свободен Повлиять На Последствия Своего Выбора Господь Говорит Саулу Что Ты Сделал Почему Ты Выбрал Принести Жертву Разве Саул Не знал Что ему Нельзя Приносить Жертву Знал Иначе бы Не ждал Семь дней Самуила Шесть дней Ждал Скажем Более точнее И на Седьмой День Когда Самуил Не Приходил До Конца Не Приходил Но День Только Начался И Саул Принес Жертву И В то Время Как он Принес Жертву Как только Он Принес Жертву Принес Пришел Самуил И Господь Самуил Говорит Ты Что Сделал Первое Царство 13 глава 13 Все Говорит Так Если Бы Ты Сделал Свой Выбор В пользу Дождаться Самуила То Сегодня Это точно Так Говорит Господь Да Ему Говорит Господь То Сегодня Я Бы Утвердил Твое Царство Иногда Мы Не Видим То Что Видит Бог А Бог Видит Все И Определяет Для нас Лучшее Но Когда Мы Выбираем То Что Мы Выбираем Мотивированные Нашими Желаниями Или Нашими Даже Обстоятельствами Я Сейчас Покажу Это Тогда Мы Можем Проиграть Но Теперь Нет Он Говорит За то Что Ты Не Послушал И Выбрал То Что Ты Не Должен Был Выбирать Я Не Утвержу Твое Царство А Заберу У тебя Царство И Отдам Тому Кто Лучше Тебя Поэтому Саул Из-за Своего Выбора Потерял Царство Что Влияет На Наш Выбор И Можем Ли Мы Его Контролировать Вот Я Думаю Каин Каин Мог Не Убивать Своего Брата Ну Мог Но Он Его Убил За Что За То Что Дела Его Были Злы А Дела Брата Праведные Первое Послание Иоанна 3 11 12 Так Говорит Иоанн Ибо Такого Благоествования Которое Вы Слышали От Начало Чтобы Мы Любили Друг Друга Чувствуете Предложение Это Предложение Духа Святого Чтобы Мы Любили Друг Друга А не Так Как Каин Это Другое Предложение Который Был От Лукавого И Убил Своего Брата У нас Есть Выбор Любить Или Убить Не Вопрос Убить Физически Вопрос Убить Слово Вы Знаете Что Мы Можем Убить Отношения Вы Знаете Что Мы Можем Убить Взгляду Папа У тебя Такой Взгляд Я Тебе Лучше Все Расскажу Но В результате Лидел Наш Прав Отец Авраам Был Оправдан Когда Положил Своего Сына Исаака На Жертвенник Ты Видишь Что Его Вера И Его Дела Были Неразрывно Связаны И Именно В делах Его Вера И Получило Совершенство Имел Ли Авраам Другой Выбор Или Другой Вариант Конечно Имел Он Ждал Сына 25 лет И К своей Старости Он Его Получил И Взрастил Отрак 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 Нашим 13 14 лет Примерно И Он Берет И Получает Слово С Небес Иди Принеси Его В Жертву И Он Делает Свой Выбор В пользу Того Чем Он Мотивирован То Наши Дела Наш Выбор Всегда Сопряжен С Верою Если Нас Не Хватает Веры Мы Делаем Другой Выбор Если Нас Хватает Веры А Когда Нас Хватает Веры Когда Мы Стоим Прочно На Слове Божьем Потому Что Вера От Слова Вы Слышите Друзья Это Очень Важный Момент И Авраам Он Стоял На Слове Невзирая На Логику Потому Что Логически Исаак Должен Быть Убит Да И Тогда Наследника Снова Нет Уже Авраам Накосячился Гарью Уже Родился Измаил Но Бог Говорит Ему Ты Принеси В жертву Исаака Послушайте И Вот смотрите Что сказано Авраам Ты Видишь Что Его Вера И Его Дела Были Неразрывно Связаны Это Означает Что Вера То есть Дела Которые Делал Авраам Сопровождались Неразрывно Верой Что это означает Это означает Что Никакое Вмешательство Извне Не могло Разрушить Связь Авраама Веры И дел Понимаете Вот почему Мы делаем Неправильный Выбор Когда Наша Вера Разрывается С делом Потому Что Мы Не Видим Но Бог Видит Но Мы То Не Понимаем До Конца А Должны Понимать Стоя На Вере Что Все Что Запланировал Бог Оно Для Нас Благословение Хотя Обстоятельства Окружающие Говорят О Другом Но Не Важный Вопрос Обстоятельств И Процесса А Важный Вопрос Результата Понимаете И Вот Авраам Стоя На Вере Делает Неразрывным Дело Жертвоприношение И Вот Он Верит Что Бог Сказал И Делает То Что Сказал Бог Вопреки Тому Даже Что Он Думает И Когда Это Происходит Послушайте Друзья Если Мы Делаем Наш Выбор Стоя На Слове Божьем И Доверяя Богу Вопреки Всего И Логике Обстоятельств То Мы Получаем Намного Больше Чем Мы Ожидали Потому Что В то Время Авраам Знаете Что Получил Откровение О воскресении Мертвых О чем Он Даже И Не Думал Потому Что Писание Говорит Что Он Знал То Верил Не Знал А Верил Что Бог Он Доверял Так Господу Принося Исаака В жертву Что Верил Что Бог Даже Если Он И Заколит Его И Принесет Жертву Понимаете Бог Силен Воскресить Его Из Мертвых В тот же Момент Вау Для Меня Это Огромное Благословение Для Меня Это Огромное Благословение Вот Посмотрите На Обстоятельства Продолжим В этом Авраам Сделал О чем Мы Сейчас Сказали И Вот Иссав Вот Иссав Приходит Домой Писание Голодный И Яков Его Встречает И Он Говорит Ему Слушай Что-то Пахнет Вкусным Супом Чечевицы Дай Дай Поесть Я Голодный А Яков Говорит Ему Я Тебе Дам Поесть Не Проблема Дай Мне Своё Первородство Вот Вот Мы Читаем Да Сейчас Вот Я Вот Сказал У вас Есть Ассоциация Того Что Такое Чечевичная Похлёбка И Что Такое Первородство В Благословении Вроде Вообще После Отца Получить Обетование Получить Деньги Мой Младший Сын Подошёл Ко мне Недавно Сказал Папа Как ты Хочешь Распределить Твоё Наследие Реально Сказал Как ты Хочешь Распределить Наследие Которое Из нас Дом Есть Ты будешь Как-то Распределять Я говорю Сынок Я же ещё Не умер Не Ну я так Просто Чтобы знать Я говорю Ну как Продадим Дом Поделим На 4 части Хорошая Идея Каждый Получит Свою часть Так вот Смотрите Например Ну Тарелка Супа Щечевицы И 1 миллион Долларов Есть разница Мог Исаав Как-то Кубатурить Как-то Да Немножечко И прикинуть Что всё-таки Голод может Пройти А миллион Долларов Ну Реально Получить Есть возможность Ну я примерно Говорю Может даже Было больше Авраам Был очень богатый Но Писание Говорит Что Исаав Продал Первородство Был ли у него Другой выбор Был Почему он так Сделал А вот Теперь я скажу вам Почему Потому что Его выбор Был продиктован Голодом Или его выбор Был продиктован Обстоятельствами В которых Он был Прямо сейчас И эти обстоятельства Опять же Были Голод Он попал В плен Обстоятельств Мы находим Себя Таковыми Находим Братья и сестры Мы находим Себя Часто В плену Обстоятельств Да поможет нам Господь Во имя Иисуса Аминь Теперь В плену Обстоятельств Нам нужно иметь Ну не в плену Вернее в плену Это уже трудно Когда приходят Такие обстоятельства Мы окружены Нам нужно Все равно Иметь глубокую Упование И уверенность В Боге Что Бог верен Вот повторяйте Что Бог верен Понимаете Повторяйте Ваши жизни Когда окружает Ваш какой-то голод Или какая-то Вы проходите Какую-то пустыню Нам нужно понимать И нам нужно верить И нам нужно исправить Что помогает нам Пройти Любые испытания Жизни Это наше Твердое Основание На Слове Божьем И наше Исповедание Слова Что мы исповедуем Каждый день Исповедуем Вот встаешь И исповедуешь Долги закончатся Халлелуйя Я не в плену Долга Бог благ Я выплачу Всю ипотеку Вовремя Во имя Иисуса Вот Я Был В прошлом Октябре В Америке Недавно У нее пришло Письмо Буквально Недавно Может быть Недели две Назад Женщина Прошла в церковь Была плененная Сильными обстоятельствами И была в огромном Бессилии Она Пришла Чтобы только Получить Слово От Господа Она сказала Я Ну Последний раз Вот иду в церковь Может мне что-то Господь скажет В этих всех моих обстоятельствах И Вы знаете Там Господь Я там служил Словом И Я говорил О процессе Вас пробуйте А то помните Может О процессе выпекания хлеба И Так это ее коснулось Она говорит Мне казалось Что меня Бог забыл Знаете Вот когда приходят сложности Нам кажется Что Бог забыл нас Кается и молитвы Бог не слышит Кается что Вообще никто Все равнодушны К нам и так дальше Да Но в самом деле Это не так Но Ей было больно И одиноко Вот она пишет Я переписал письмо И вы пригласили Выйти тех Кому тяжело Я вышла Но говорить не могла Я подошел к ней Спрашиваю А она просто головой помахала Нет Я так как-то Взмолился в духе И мне пришло слово От Господа В мой дух для нее В этот же час В молитве Прямо Перед кафедрой Я сказал Ну как бы Господь ей сказал Я вижу Как тебе больно и тяжело Я подниму тебя из праха И дам тебе Красивую одежду И дам тебе Радость в сердце И она говорит Вот в этот момент В духе у меня все Изменилось И через две недели Все закончилось И она пишет Бог верен Он исполнил Своё слово Вполне Друзья Какие бы обстоятельства Не были Бог верен И все под его контролем Я говорил вчера За Навала Славия Гею Был ли у Навала Другой выбор Например пожертвовать Был Был Или у него был Другой выбор Когда проходит Чаша С пожертвования Или для пожертвования Ты можешь помолиться Да Пройдет меня Господи Мимо Чаша сия Ты так можешь Тоже сделать Или у тебя Есть выбор Пожертвовать Я вчера Попытался Сосканировать Ваш скан Сосканировал Но Что-то не прошел Платеж Не прошел Я смотрю Отбивает Отбивает Не знаю почему Даже Все вроде как бы Чуть-чуть денег там есть На счету Все Но не прошел И Так жалко мне стало Что не прошел Вот реально жалко И Я сегодня утром думаю Надо пожертвовать дважды За вчера И за сегодня Это мой выбор Я могу сделать по-другому Я могу поблагодарить Господа Что Не получилось Я могу сказать Слава тебе Господь Ты сохранил Мой счет Без потерь Ты так благословил меня Что Я же хотел Господи Ты же видишь Я же хотел Но Это не я Это вообще Что-то С техникой не так С моим телефоном И слава тебе Господь Что с 11 Телефоном Не так С 11 Айфоном Что-то не так А ты Надо 12 Вы понимаете О чем я говорю Так вот Есть Выбор Твоей жадности Или твоей щедрости Но Бог наш Щедрый Кто-нибудь Может сказать Аминь Но ты Господи Боже Щедрый И благосердный Долготерпеливый И многомилостивый И истинный В Салон 85 15 Но ты Господи Боже Щедрый И благосердный Долготерпеливый И многомилостивый И истинный При всем скажу Кто сеет скупо То скупо пожнет А кто сеет щедро То щедро пожнет И иной Сыпет щедро Ему прибавляется Другой Сверхмери Пережлив И однако Беднеет Этот выбор Нам нужно Освободиться От жадности Нам нужно Освободиться От вот этого Духа Скупости И Чтобы наше сердце Было жертвенным Это наш выбор Давайте посмотрим Еще На Наимень Я вчера Немножко говорил Но я хочу Чуть-чуть Сказать о другом Наимень Возвратилась Из полей Моавицких И пришла С Руфью Вифреем Иудейский И все В городе Заговорили Потому что Они знали Эту женщину И все В городе Заговорили Помните Наимень Возвратилась Наимень Возвратилась Наимень Возвратилась А Наимень Говорит Эй Не называйте Меня Наимень Называйте Меня Проклятой Вау Я аж Испугался Когда читал И Господь Мне показал Это место Называйте Меня Проклятой Потому что Я Как будто Съела Горечь Полынь Я страдалец У меня ничего нет Пустота внутри Называйте меня Марую Потому что Вседержитель послал мне великую горесть Я вышел отсюда с достатком А возвратил меня Господь с пустыми руками Зачем называть меня Наименью Когда Господь заставил меня страдать И Вседержитель послал мне несчастье А теперь скажите Разве Вседержитель послал несчастье? Разве Вседержитель Заставил ее страдать? Это был ее выбор Уйти из Вифлеема Иудейского На поля Моавицке Но друзья Невзирая даже на это Ты дитя царя Если даже мы делаем какой-то выбор Не в пользу веры Не в пользу Бога Не в пользу Духа А в пользу нашей плоти Руководствуясь какими-то Ну Обстоятельствами Голодом Как я сказал раньше Или какими-то другими обстоятельствами жизни Кризиса какого-то Я хочу сегодня сказать Если такое происходит Не мучь себя Ты не проклят И не позволяй дьяволу Держать тебя В силках проклятия Или горечи Все равно Бог любит тебя Все равно Даже если ты ошибся Если даже ты сегодня сделал какую-то ошибку Знаешь что? Бог полон благодати и любви Аллилуйя Он и Иисус Освободил нас от проклятия Вот эта жертва сегодня Вот этот символ Вот этот праздник церкви Вот это воспоминание сегодня говорит Я не проклят Я благословлен Скажи я не проклят Я благословлен Аллилуйя Ранами Его мы освобождены Ранами Его мы прощены Ранами Его мы искуплены Аллилуйя Поэтому ты избран Ты отделен Ты дитя всемогущего Бога Поэтому будь верен Будь тверд Будь зажжен огнем Будь полон молитвы Будь убежден Что тот Который начал добрую работу в тебе Завершит ее Невзирая на твои ошибки Он исполнит свою цель для тебя Через свою благодать И для своей славы И Павел говорит Я молюсь о вас с великой верой Потому что я полностью убежден Что тот Кто начал свою славную работу у вас Будет верно продолжать Процесс Вашего становления зрелыми И сделает последние штрихи К этому До явления Господа нашего Иисуса Христа Филиппийцам 1.6 Дословный перевод ТРТР Библии Это английский перевод Яков и Иосиф Посмотрите Яков похоронил Своего Иосифа Пришли сыны И сказали Иосиф Твой сын Растерзан зверем И Яков Плакал Это был его выбор Знаете вот Когда мы что-то теряем Это наш выбор Сконцентрироваться на этом И об этом все время думать И даже жить этим Знаете Есть родители Теряют детей Это так больно и страшно Я уже говорил Обе Это больно и страшно Даже потерять ребенка В духовном мире То есть он ушел Например от Господа Это такая боль Это предмет молитв Постол Это предмет страданий Да Но И вот в такой предмет страданий Попал Яков И вы знаете Иосиф то жив А Яков Плачет о нем Как будто он мертв Он похоронил Своего Иосифа Заживо Вау Знаешь Нам Всегда есть выбор Жить в безнадежности Или жить в уповании Поэтому не плачь о том Что еще живо Может все выглядит безнадежно Да Может как у Давида Сгоревший сихилах И ты стоишь на попелище И детей и жену вели в плен И все потеряно Но Бог сказал Ты вернешь И сегодня Я хочу сказать тебе Бог говорит Твой Иосиф жив Не теряй мечту Если ты сегодня В таком состоянии Что все выглядит безнадежно Укрепи с надеждой на Господа Возьми священный ифот Поговори с Духом Святым Оденься в ризе спасения В ризе упования И в ризе надежды Ты дошел слишком далеко И победил слишком много Чтобы даже задуматься о том Чтобы упустить руки Или сдаться Не сдавайся Скажи кому-нибудь Не сдавайся во имя Иисуса Твой прорыв неизбежен Халлелуя Поэтому продолжай идти вперед Не важно Что материально Ты потерял в этом году Бог действует Чтобы восстановить Халлелуя Он вернет Господь верен Он вернет Догонишь Главное тебе Побежать В правильном направлении Главное тебе Добежать Догнать Твоей молитвой Твоей верой Твоей надеждой Твоим отношением С Богом А не с обстоятельствами И с потерями О, я потерял О, я потерял Боже, я все потерял Я помню, я один раз потерял Так долго жил во мне Еле победил Машину украли Новую машину Я взял денег Купил машину И украли Бандиты украли Через две недели Еще наглости Помните, какое время было? 99-й Или 2001-й год Когда начал только Господь меня чуть-чуть Благословляет Сейчас уже лучше было Оставляет Тогда только чуть-чуть И я купил Ну, хорошим уже На Audi 6 была Почти новая С Германии Братья пригнали Мне тогда еще можно было И взяли Украли Прямо вот С гаража С дома Моего брата Я был в Канаде Беремен Я потом приехал Осознал все Что нужно Отдавать деньги За то Чего у тебя уже нет Долго Знаешь Нету Ладно, ты отдаешь деньги За то, что у тебя есть Пользуешься И отдаешь Еще как-то полбеды Хотелось бы вообще пользоваться А не отдавать Но Приходится так А вот это Ты отдаешь деньги За то, что у тебя нет И главное Не твоя вина У тебя украли И украли Достаточно много 20 тысяч долларов И такая боль внутри И знаешь Мне Бог проговорил Это было недолго Отпусти Отпусти Во имя Иисуса Это трудно отпустить Потому что Бог Он верен Но когда ты отпустишь Он может возвратить С процентами И Господь Возвратил с процентами Врагу придется Возместить Всемиро Если ты стоишь На обетованиях Божьих Аминь Я молюсь сейчас Чтобы ты оправился От всякой неудачи Во имя Иисуса И отпустил Всякую потерю Чтобы тебе не оплакивать Живого Иосифа Потому что Земля Гесем тебя ждет И обетования Божьи И благословения Божьи Придут в изобилии Во имя Иисуса Аминь Халилю Давайте воздадим Господу славу Здесь можно было Попалодировать даже С нашим великим Господом Нет ничего невозможного Жить В благоволении Во Христе Означает Что возможности Бесконечны Мои возможности Во Христе Бесконечны Твои возможности Во Христе Бесконечны Халилюя Твои возможности Во Христе Бесконечны И Павел говорит, все, что было для меня преимуществом, то ради Христа я посчитал за мусор Это тоже выбор филиппийцам 3.7 Есть преимущество у Павла Или выбрать образование, жизнь, авторитет, славу мирскую Или все посчитать за мусор и выбрать Христа Проповедовать или молчать Благословлять или роптать Убить или любить Жить в свободе и в комфорте или страдать и умереть Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете, что сокрушаете мое сердце Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя моего Господа Иисуса Мы с вами затронули сегодня некоторые важные вещи Я заканчиваю Мы говорили о Каине Авеле Мы говорили о том, что у нас есть выбор убить или любить Завидовать или благословить Начни благословлять и начни благодарить Мы говорили о Навале и Вигее, о жадности И сегодня я молюсь У меня молитва против жадности, против скупости Чтобы твой выбор остался на жертвенном сердце Это не только касается денег Это касается твоего служения Это касается твоего времени Это касается твоих талантов, которыми ты можешь служить дарами в теле Христовом Открой свое сердце Начни больше давать Начни жертвовать собой Начни что-то делать в церкви Начни служить Скажи кому-нибудь рядом, начни служить Мы говорили об Исаве и Якове И мы говорили о плену обстоятельств И если ты в плену обстоятельств Я сейчас разрушаю всякий плен Во имя Иисуса пусть всякие узы плена падут Я разрушаю всякий плен, в который ты попал или попала В плен обстоятельств, которые сковали твой дух Твою душу, твои уста И ты сегодня молчишь и страдаешь внутри себя Я хочу, чтобы ты высвободил сегодня Славу Господню в твоей жизни Подними свои руки, даже если тебе не хочется их поднимать Открой свои уста, если они закрыты Начни танцевать, если твои ноги в оковах твоих обстоятельств И придет свобода Аллилуйя, скажи свобода Во Христе Иисусе Аллилуйя Мы говорили сегодня Я, наверное, не сказал, но в принципе я хочу Кратко сказать о Петре и об Иисусе О рыбалке этой, помните Это важный момент, рыбалка Иисус приходит и говорит, пища есть? Нет А закиньте по правую сторону, рыбу найдете Не, 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 Господь, мы всю ночь трудились Ничего не поймали Ну ладно, по слову твоему языку Это выбор И знаете, что это означает? Это означает, я хочу сегодня разрушить Твой негативный опыт В плену которого ты тоже находишься Ты что-то делал в церкви Не получилось, ты оставил служение Вернись своим Иисусом У тебя такие обстоятельства жизни, что ты сказал Все, я не буду в детском служении Потому что у меня не получается У меня много проблем Вернись сегодня Вернись, потому что твой негативный опыт Оставит тебя голодным Но у Иисуса есть для тебя рыба У Него есть Его глубина На которую Он запустит тебя Чтобы ты поймал Негативное исповедание Наимень Было во власти негативного исповедания Начни позитивно мыслить Начни исповедовать обетование Бога Это твой выбор сегодня Или оставаться В плену проклятия мыслимого Или тебе высвободить благословение Сказать Я искуплен Я искуплен Я спасен Я оправдан Я дитя царя царей Аллилуйя Может ты Действительно бросил что-то Начни сначала Во имя Иисуса Безнадежность Если ты сегодня в безнадежности Думаешь Все, все, все Мои дети Все, все, все Моя дочь, мой сын У нас нет ни отношений Он все ушел Пропал Не хочет общаться Я хочу тебе сегодня сказать Не живи в безнадежности Верь и уповай Говорю тебе сегодня Во имя Иисуса Пусть это утро станет другим для тебя Все изменится к лучшему Бог верен И тебя ждет лучшая земля Давайте мы Выберем Жить и проповедовать Любить и благословлять Жить в позитиве И в благословении Аминь Жить в радости И в жертве В посвящении Господу Он выбрал Павел Не только веровать И страдать Но и умереть Какой твой выбор Твой выбор Сегодня Твоя судьба Завтра Пусть Бог Благословит каждого из нас Давайте мы встанем И помолимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok